Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Че». С вами я, Олеся Стародуб, и мы приготовим вкусный, полезный, ну, как всегда, завтрак. Мы приготовим сегодня оладушки из морковки. Это будут морковники. Я сейчас расскажу, как их можно приготовить. Для начала мы возьмем мисочку. Естественно, главная героиня нашего утра – это морковка. Мы ее очистим. Морковь мытая, поэтому смело чистим и будем натирать на терке. Вообще, конечно, рекомендуется использовать мелкую терку, так оладушки будут более однородные тесто, наше морковное тесто. Вот, и чем однороднее наше тесто, тем качественнее будет пропекаться оладушек, тем вкуснее он получится в итоге. Поэтому лучше постараться. Теперь мы отрезаем все ненужные кусочки. Далее нам потребуется лук. Лук мы используем обычный, репчатый. Вы можете добавить красный, можете добавить белый. Здесь это совершенно не принципиально. Добавлять из специй мы будем минимум. Добавим только соль и немножко молотого перца черного. В принципе, вы можете добавить любую универсальную приправу, которая включает в себя набор овощей, в том числе и чеснок. Сегодня мы приготовим довольно простой вариант. Возьмем терку. Возьмем морковку. Наверное, будем натирать вот на этой терочке. Итак, морковь мы уже натерли. Теперь отправляем ее в салатник. Лучок мелко-мелко нарезаем. Если вы не умеете мелко нарезать лук, вы можете воспользоваться той же самой теркой. Вот так. Кстати, вы можете использовать и чеснок. Для этого вам тоже необходимо будет его очистить, воспользоваться чеснокодавкой или опять же теркой. Отправляем туда же. Сюда же добавляем яйцо. Солим. Добавим перец. Добавим немножко молотого перца, свежемолотого. Так, возьмем ложечку. Отправим туда же муку. И замешиваем тесто. Все ингредиенты необходимо очень тщательно перемешать, для того, чтобы морковники все-таки получились вкусные, чтобы у нас не получился один морковник, а другой оладушек из лука. Вот. Вот так вот приблизительно должно получиться. Ну, я думаю, что еще можно немножко муки добавить. Тем временем мы разогреваем сковородочку. Я добавлю оливковое масло. Так, ну что, масло разогрелось. Мы можем выкладывать оладушки. Формируем небольшие, не толстые. Стараемся это делать аккуратненько. Вот. Как-то так. Этим рецептом. Поделилась одна замечательная моя знакомая, художница. Она расписывает красивые амфоры в греческом стиле. Это невероятно красиво. Естественно, все свободное время она посвящает искусству. Но, как говорится, на голодный желудок даже художник не работает. Поэтому в перерывах приходится готовить что-нибудь вкусненькое. Вот. Такими оладушками перекусывают художники. И мы сегодня тоже позавтракаем. Так. Чуть-чуть убавлю огонь. Возьму лопаточку, буду следить для того, чтобы оладушки не подгорели. Вот уже первый готов. Второй тоже. Готовится очень быстро блюдо, поэтому не рекомендуется ставить большущий огонь. Так, пока готовится вторая сторона наших оладушков, я возьму тарелочку, возьму салат. Украсим нашу тарелочку листиками салата. Я возьму помидор. Разрежу его на несколько кусочков. Посмотрим, как тут наши друзья. Оладушки уже приготовились, поэтому я предлагаю переложить их на тарелочку. Аккуратненько выкладываем наш завтрак на тарелку. Блюдо готово. Приятного аппетита и хорошего дня.